Откуда появилась первая косметика и как мужчины вообще пришли к мысли, что нужно ухаживать за собой? Здорово, мужики! С вами Илья и это канал о мужской красоте, я Бородач. Для большинства из нас реальность все еще такова, что при слове косметика у нас в голове в первую очередь всплывают помады, тени, тональники и прочие женские штуки. А между тем, изначально косметика была таким же мужским делом, как война или охота. Не знали? А я сейчас вам расскажу. Поговорим об истории мужской косметики. С тебя лайк и подписка, а с меня истории. Первобытное общество. Все же в детстве смотрели фильмы про индейцев. Помните, когда они заносили на лицо боевой раскрас? Вот в принципе это и можно назвать самой первой мужской косметикой, дошедшей до нас еще со времен первобытно-общинного строя. Краски изготавливались с помощью натуральных материалов, соков ягод, трав и растений. Считалось, что такой раскрас приносит удачу в бою, украшает во время церемоний, а в некоторых случаях играет роль отличного камуфляжа. Древний Египет. Чуть дальше в плане развития мужской косметики шагнули парни из Древнего Египта. Они там вообще в плане разнообразия средств могли дать фору большинству современных девушек. К примеру, именно в Древнем Египте появилось первое мыло из жира и ароматических масел, а также первые тени для век. Их делали из толченого малахита, смеси солей, свинца и сурьмы. И использовались они прежде всего для дезинфекции и защиты от мух. Также египтяне активно пользовались отбеливающими и увлажняющими кремами, которые помогали защитить кожу от жары и солнца. Если, к примеру, сейчас загар говорит о мужчине, что он может позволить себе отдых в жарких странах, то в Египте все было ровно наоборот. Чем белее у тебя кожа, тем выше у тебя статус. А еще египтяне придумали подводку для глаз. Помните знаменитые египетские стрелки? Их носили как мужчины, так и женщины, чтобы защитить глаза от ветров и песка. В пустыне все-таки. Но и от темных духов эти приблуды, разумеется, защищали тоже. Древняя Греция. В Древней Греции мужики не очень уважали тех, кто пользовался декоративной косметикой. Зато греческие мужики очень любили бани и массаж. И активно натирали друг друга ароматическими маслами из лепестков роз и других душистых растений. О том, чем они там еще в этих банях занимались, история умалчивает. Древний Рим. Следом за Грецией эстафету в плане косметики перехватил Древний Рим. Там мужчины начали использовать краску для волос, чтобы скрывать седину. Также в богатых римских домах впервые появляются духи. Ну, знаете, города становится все больше, разного сброда на улицах не пересчитать. Походу в баню себе может позволить не каждый. Так что надо как-то бороться со всеми этими неприятными запахами. Для этого римляне стали заводить из Аравии, Индии, Египта разные пахучие вещества, вроде мускуса и амбре. Кстати, именно оттуда пошло французское слово амбре. Ближний Восток. Параллельно, во многих странах, где религиозные и культурные традиции поддерживали ношение бороды, например, на Ближнем Востоке, мужчины использовали масло для бороды на основе растительных и животных жиров и ароматических веществ. Оно не только смягчало волосы, но и маскировало неприятный запах, исходящий от немытой бороды. Как хорошо, что в наше время мы не испытываем проблем с тем, чтобы вымыть бороду, а качественное масло доступно каждому. Средневековая Европа. А потом, в какой-то момент, Рим пал, началось великое переселение народов, и всем как-то резко стало не до красоты и чистоты. На долгие века мужики забили не то что на косметику, но и на банальную гигиену. Сыграли свою роль и разные суеверия. К примеру, если ты слишком чистый, красивый и не дай бог пользуешься косметикой, за такой спокойно можно было напороться на обвинения в колдовстве и попасть на костер. Да-да, не только женщины попадали на костры. Даже короли и придворные вельможи в средние века не особо заморачивались на этот счет. Отчего по всей Европе стояла такая вонь, что писатель Патрик Зюзкинт даже посвятил этому целый роман «Парфюмер. История одного убийцы». Почитайте, ну или посмотрите одноименный фильм. Цитата Зюзкинт. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерия и жены мастеров. Воняло все дворянское сословие. Вонял даже сам король. Он вонял как хищный зверь, а королева как старая коза зимой и летом. Чтобы хоть как-то положить этому конец, король солнца Людовик XIV издал указ, обязующий всех придворных пользоваться духами. Это дало мощный буст развитию парфюмерии. На долгое время это оставалось прерогативой богатеев. Помните все эти фильмы и сериалы про баллы, где мужики надевали огромные парики и чулки, чтобы подчеркивать форму ног, сажали над губой мушку для пикантности, подкрашивали губы и обильно пудрили лица? Вот это, пожалуй, был пик расцвета мужской косметики. Впрочем, для здоровья это было не очень-то полезно, потому что все эти белила изготавливали из свинца. Так что нам с вами повезло, сейчас есть куда более натуральные и здоровые средства по уходу за кожей. А потом, в какой-то момент, один парень из Кёльна по имени Иоганн Фарина придумал простую и гениальную идею. Он просто очень сильно сократил объем добавляемых в духи дорогих ароматизаторов. И в итоге получилась спиртовая водичка, которая его не отбивала и стоила сравнительно недорого. Так что ей стали пользоваться мужчины и женщины по всей Европе, а потом и в России, включая даже царицу Екатерину II и императора Александра I. Называли это чудо-изобретение просто. Вода из Кёльна или одеколон. Одеколон. Наши дни. А дальше, чем активнее женщины осваивали индустрию красоты и придумывали все новые способы ухода за собой, тем менее мужским делом становилась косметика в глазах парней по всему миру. Дошло до того, что мужской макияж стал уделом эпатажных музыкантов и представителей ЛГБТ. А объем косметики для среднестатистического мужчины сократился до одной бутылки шампуня 3 в 1. Однако, мировые производители косметических средств не стали долго мириться с такой ситуацией. В какой-то момент в поисках возможностей для расширения рынка сбыта они подумали «Эй, а какого черта мы будем продавать косметику только женщинам? У мужиков есть тоже деньги и потребность ухаживать за собой». Просто многие об этом забыли. Но мы им напомним. Так постепенно на рынке стало появляться все больше и больше качественных брендов мужской косметики по уходу за кожей, волосами, растительностью на лице. Например, постепенно в моду входят мужские бесцветные карандаши для бровей, тональные основы и другие средства и пользоваться всем этим уже давно не за шквар. Лично я на регулярной основе использую порядка 10 различных мужских брендов косметики и постоянно открываю для себя что-то новое, чего и вам желаю. Чтобы начать разбираться в этой теме, смотрите наш канал. Также обязательно оставляйте комменты под этим видео, ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Илюха Бородис на канале Я Бородач. До скорого!